Еще одно рокерское место, в котором нам удалось побывать, это знаменитый арт-центр, который стихийно организовался в центре Питера на улице Пушкинской, дом 10, в 1989 году. И это совпало с закрытием рок-клуба в том же году. Рок-клуб закрылся, а арт-центр стихийно организовался в заброшенном доме, запланированном властями под снос. Там поселились бездомные музыканты, поэты и художники. То есть, каким-то мистическим образом дух питерского андеграунда переместился из закрытого рок-клуба в арт-центр и прижился там. Вот еще одно культовое место, питерское рок-музыкальное, называется арт-центр, находящийся на Пушкинской, дом 10. Чем оно известно? Насколько я узнал, тем, что рок-клуб был закрыт в Питерске в 1989 году, а это открылось. И здесь до сих пор проходят концерты, собираются люди. Тут были наши известные Иричиков, Генщик, все сюда приходили, давали как забор. И сейчас здесь такое происходит, но мы, к сожалению, не сможем посетить ничего. Здесь начали давать квартирники питерские рок-музыканты, устраивать выставки непризнанные художники, читать стихи необычные и непривычные поэты. Ну вот, вот тут вот собирается видать музыканта, когда дождя нет. Честно говоря, я удивлен, как власти до сих пор не снесли это ветхое здание. Но андеграундный дух питерского рока не просто прижился там, но развился и постепенно захватил все пустующие помещения. И сейчас там расположены различные творческие объекты, мастерские, галереи и музеи, носящие некоммерческий характер и держащиеся на энергии энтузиастов, любителей рок-музыки и андеграундного искусства, а также на посильных пожертвованиях любопытствующих любителей андеграунда. И все это проявление творчества народных масс носит нестандартный, оригинальный, ироничный и стебный характер. Видите, как улица называется? Эбби-роун. Они красавчики. Узнаете надпись? Без ошибок написано вот тут. Это была моя любимая группа. Долга. Я их до сих пор слушаю с таким удовольствием. Потрясающая музыка. Вы знаете, я не завистливый человек. Я самодостаточная личность. У меня всегда все получалось. И в учебе, и в спорте, и в музыке. Всегда в бизнесе. Но в детстве единственное, кому я завидовал, это бит-лам. Я когда слушал их музыку, я с ума сходил. Да как же, это просто вроде бы гениально. Вы будете смеяться. Я мечтал где-нибудь найти машину времени. Ну не группу машины времени, а настоящую машину времени. Вернуться в прошлое, украсть эти песни и придумать их самому. Хорошо, что я такую машину времени не нашел. Теперь я умею создавать оригинальные, собственные песни. Это настоящий арт-центр. Такие катакомбы. Видите? Театр Ерон-Доппель-театр. Там музей нон-конформистского искусства. Там мы прошли улицу Эббир-роуд. Петловскую. Красота. Интересно. Ну, видите, разрушился. Храмовый комитет. Молодцы. С Огоньком, с фантазией люди подходят. К рок-истории. Эй, Битлс, Коли Васина. Ну что, всякие непотребные надписи. Сразу видно, что тут любители панк-рока собираются. Он написал шары. Наши знакомые. Шары. Вася звездками. Памятник Пушкину. Ну что, кофейку я за столиком, где Пушкин сидел, попил сегодня. Теперь хочу фотографироваться под бюстом нашего русского гения. О неунывающем, ироничном и веселом характере питерских рокеров, художников и поэтов свидетельствуют сами названия арт-объектов. Галерея Коридор Самиздат-4. Музей канцелярской кнопки. Офис храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона, где располагается его храмовый комитет. Галерея Мост через Стикс. Кинотеатр Дебошир Фильм. Музей нонконформистского искусства. Музей реалии русского рока и так далее и тому подобное. К сожалению, в дни нашего уикенда все здесь было закрыто, поэтому мы удовольствовались только созерцанием настенной живописи, памятных досок, барельефов и даже одного бюста, а также другого веселого уличного творчества любителей поприкалываться. Здесь мы увидели улицу Эбби Роуд с твердым знаком на конце, барельефы всех участников группы Битлз, бюст Александра Сергеевича Пушкина, список друзей музея Битлз Коли Васина, уличную открытую библиотеку, устроенную в одной из арок на выброшенных на свалку книжных полках, и самый для меня, по крайней мере, большой прикол – вертикальную улицу Джона Леннона. Я знал, что она там есть, но не знал, что она вертикальная, поэтому, обойдя все эти катакомбы, так ее и не нашел, пока не увидел на одной из стен вертикальную табличку. Честно говоря, меня это очень развеселило. Я аплодировал тому оригиналу, который это придумал. Все здесь вызывает небольшую ностальгию по тем временам, но ностальгию с улыбкой и на лице, и в душе, так как все сделано с любовью к рок-музыке и с большой иронией. И даже на выходе из арт-центра вас провожает иронично мудрая надпись на двери – выход в реальность. Во всем мире любят повеселиться, но так как у нас в стране любят постебаться над всеми вся, уверен, больше не любят нигде. И думаю, нас этому научила наша развеселая жизнь, которая всегда была на грани выживания, особенно в позднем Советском Союзе, с его знаменитым выражением «маразм крепчал». Поэтому у нас так любят анекдоты и комеди-клаб. И поэтому именно в нашей стране зародилась игра КВН, то есть клуб веселых и самое главное находчивых, что особенно важно в условиях выживания и тотальной цензуры позднего развитого социализма. Поэтому прийти в арт-центр будет полезно не только любителям рок-музыки или андеграунда, но и любому человеку, желающему лучше узнать и понять то время, а также понимающему юмор, иронию и желающему с интересом провести время. Этому знаменитому месту группа «Аквариум» даже посвятила свой альбом 2009 года, который так и называется «Пушкинская 10». Но на самом деле все это и обшарпанное ветхое здание, и вся эта настенно-уличная живопись, и все остальное носит вид убогой самодеятельности, лишний раз подчеркивающие и упадок нашей русской рок-музыки, и отношение к ней властей, и подлинное отношение к рок-музыке населения нашей страны, в большинстве своем предпочитающего популярны на сегодня попсу, рэп и советскую эстаду. Думаю, всем рокерам пришла пора начать менять и представление, и отношение общества к рок-музыке, возрождать к ней интерес и поднимать ее качество и профессионализм на новый международный уровень, включая уровень не только самой музыки, но и рок-поэзии. Вот именно такую задачу, к примеру, поставила перед собой группа Волощука СД, объявив войну пошлости, мату, тупому акыну, грязному звуку, примитиву, эклектике и подражательству в нашей русской рок-музыке. И других рок-музыкантов мы также призываем присоединяться к нашему движению, иначе из андеграунда, то есть в переводе на русский язык, из подвала не выбраться. Если мы этого не сделаем, то так и будет наша рок-музыка болтаться на обочине жизни, развлекая маргиналов и сшибая копейки в подземных переходах, и при этом корча из себя непризнанный, но не сломленный революционный дух. Нет, господа, революция – это не замыкание в своем уютном мирке, подобному этому арт-центру, с обидой на весь мир кучки непризнанных гениев. Нет, революция – это то, что предлагаем мы, а именно – изменить, переломить представление о рок-музыкантах, как обезгоях общества, недостойных большой сцены. Но переломить не болтовнёй, позёрствам и стёбным оригинальничанием в подземных переходах и катакомбах, а созданием красивой, гармоничной, профессиональной музыки, написанием поэтичных, глубоких текстов, без мата, пошлости и злободневщины. Подъёма нашей рок-музыки до уровня искусства и направления движения в сторону большой аудитории, в сторону телевизора, а не в сторону андеграундного подвала. Но для этого работать надо, не покладая рук, а не развлекаться целыми днями. Нет, развлекаться тоже надо, но при этом не забывать нашу народную поговорку – «Делу время, а потехе час». Вот к такой революции, к такому революционному движению призывает всех рокеров группа Волощука СД. Во время творческого уик-энда мы посетили также и арт-центр – гнездо осиное запретного контента, нон-конформистской нелояльности пример. Как только питерский рок-клуб закрыли, дух рокерский переместился прямо сюда. Улица Пушкина надолго приютила в 10-м доме рокеров стада. Они здесь начали давать концерты, писать картины, сочинять стихи. И стены здесь расписывали черки, проходы улицами называли чудаки. Есть улица с названием Эбби-Роуд, но только с твердым знаком на конце. Есть улица Джон Леннона, что стоя, в небо уходит вертикальный вверх. Музей нон-конформистского искусства. И канцелярской кнопки есть музей. Музей реалии русского рока. Бюст Пушкину есть и Бетловский барельеф. Много еще всяких забавных штучек, что позабавят вас иронией своей. Видно, что здесь когда-то жизнь была кипучей. Прошло то время, нет и тех людей. Уныло выглядит все ветхо и убого. Зато наглядно отношение властей к альтернативному искусству, к року. Как прежде все, да не таких, как все людей. Но рокеры и сами виноваты. Играют грязно и бессмысленно поют. Нечесаны, немыты, кроют матом. Кто будет слушать и платить за этот блуд? Мне кажется, пора менять движение. В другую сторону пора идти. Трудно назвать игру в подвалах достижением. К сцене большой должны вести пути. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащук Расскажет рокер Валащук